Ударил полицейского в живот! Суд признал Евгения Круглова виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Один год преступник проведет в колонии общего режима. Водитель Лихач. К нам в редакцию обратился автолюбитель, чей видеорегистратор запечатлел жуткие гонки одного из участников движения. Из видео очевидств Сергея Князева видно, как между двух рядов машин на бешеной скорости проносится автомобиль «Лада». Чудом этот водитель не задел автомобили и не сбил пешеходов, которые в это время мирно переходили дорогу. Водитель Камикадзе совершил свой невероятный маневр на глазах у изумленных сотрудников ДПС, чей автомобиль стоял в правом ряду машин. После того, как загорелся зеленый свет, инспекторы настигли грубого нарушителя правил дорожного движения. Правда, как наказали Лихача, который чуть не сбил людей, выяснить в ГИБДД не удалось. СМС-благодарность. Новую систему оповещения доноров запустила Владимирская областная станция переливания крови. Каждому донору, после того, как его кровь перелили пациентам, на мобильный телефон приходит сообщение. Уважаемый донор, сегодня вашу кровь перелили пациенту. Спасибо. Главный врач областной станции переливания крови Дмитрий Находкин рассказал, что идею СМС-рассылки со словами благодарности они позаимствовали у коллег из Новосибирска. СМС-сообщения Владимирские доноры стали получать еще в октябре. За это время были отправлены более тысячи сообщений. Доноры были приятно удивлены таким отношением к их миссии. Благодаря им каждый день со станции переливания отправляют до 15 литров крови остро нуждающимся в ней пациентам во все концы региона. Раньше телефонная база данных доноров использовалась только для того, чтобы в экстренном порядке вызвать носителей редких групп крови. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова